всем привет и сегодня мы варим суп не знаю как он называется ну в общем для тех мужиков у которых отсутствие жены и нет девушки либо жена временно куда-то отлучилась а жрать все-таки охота поэтому делаем следующее для начала берем мясо вот она у меня уже собственно тут варится в кастрюльке воду воду посолить ложим мясо сколько вам надо ну вот я два кусочка мне хватит и ставим это на час времени мясо естественно надо разморозить так вот это самый первый этап следующая фаза пока все это делается нужно почистить картошку картошка второй хлеб без нее никак не знаю у кого какая картошка у меня уже не очень поэтому я не знаю много картошки тоже не надо штучек но я вот штучек вот еще сейчас это надо почистить и она у меня проросла поэтому надо еще и открыто ростки обломить поэтому чистим картошку и по поводу картошки вот картошку аккуратненько вот так чистим глазки выковыриваем и положить ее водичку чтобы она не почернела потому что если у кого много картошки она может почернеть что вот ну вот я почистил картошку картошку сейчас надо покрошить а дальше можно сделать следующее вот у меня есть есть квашеная капуста вот я собираюсь я его уже собственно ложе сейчас она чуть-чуть меня еще подмороженная квашеную капусту ложу ну у кого нет капу капусты можно обычную капусту тоже сойдет кого нет капусты макароны можем макароны надо это после картошки макароны попозже не быстро свалить сейчас собственно я буду крошить картошку вот у меня тут валится мясом картошка и вот капуста но вот видите когда у нас плывает пенка нужно сделать следующее и нужно просто аккуратно убрать аккуратненько так как и убираем что у нас ничего там лишних иначе будут нехороший нехороший привкус вот а сейчас перед тем как делать зажарку я еще макарончиков помимо кого стыдно еще макарончиков кину вот а сейчас я буду я даже вот для зажарки одну морковину большую не надо вот такую маленькую небольшую ну свекла у меня большая лучше для зажарки половину вот такой ну или маленькую вот сейчас вот это надо будет лук просто почистить а вот это помыть и собственно свеклу надо почистить почистить тоже сейчас собственно покажу вам в готовом варианте как вот я почистил морковку и надо будет ее потереть на крупной терке не на мелкой на крупной вот собственно сейчас потереть по потру морковку ну вот я сделал собственно зажарку и это может еще у нас полить кетчупом ну кетчупом томатной пастой это так тоже для вкуса но некоторые некоторые вообще живой помидор добавляют ну я вот так попроще делаю да и не забываю вот снимать пену обязательно лучше посудина кунь подставить для этого дела да и в это дело обязательно надо конечно ложку соли столов столовую ложку соли ну приправ добавить там кубик допустим можно либо кубик вот не знаю кубик маги или бульон короче что-то вот такое как это на ваше усмотрение что будет под рукой но это мы сейчас просто ставим на газ ну вот у меня хаймс хотя это не стойка принципиально ставим это делаю на газ но сейчас процесс изготовки и зажарки постараюсь снять одним кадром чтоб как не упустить никаких возможностей что происходит конечно люди опытные сказать ой да ты там это у тебя ты делаешь это не это кто не так ну я вам и не говорю что я опытный повар я простой холостяк собственно варю я из подручных продуктов ну либо что захочу покушать то покупаю у меня есть вот эти сегодня вот эти продукты под рукой подручным жарим пока пока не появится у нас характерный цвет так он чуть красноватый должен у нас стать соседней кастрюли на время время от времени помешивать чтобы там не застаивалась помешивать это дело ну собственно видите мясо уже сварилось можно обратно закрыть вот видите у нас уже цвет такой у нас такой вот такой уже цвет поменялся у меня свеклы меньше поэтому он желтовать желтоватенький такой стал это и не собственно так страшно лучше вот у меня сковорода большая это не очень хорошо лучше сковороду брать поменьше и с ручкой так как можно будет это все дело легко и просто вылить собственно у нас это дело готово и сейчас делаем следующее газ выключаем прихватываем это чем-нибудь и вот сюда все вот это дело все это у нас зажарочка пошла туда же вот это ингредиенты перемешиваем и для полной готовности чтобы это у нас все ну конечно проверяем мясо мало ли кто подойдется мясо нож должен хорошо проходить без крови но я его уже тут очень я уже тут полтора часа шатаюсь поэтому меня просто огонь сделаем сейчас поменьше ну вообще очень минимальный огонь все собственно а результат я вам покажу минут через 10 вот собственно вот вот такое у меня получилось так что у кого что-то подобное получилось или лучше желаю вам приятного аппетита а кому были полезны мои кулинарные творения или кому понравилось это видео ставьте палец вверх спасибо за внимание с вами был МАК 3886 спасибо за просмотр 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 Продолжение следует...